Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители чек-канала «Дэли Европа онлайн». У меня в гостях известный спикер, в прошлом заместитель главнокомандующего военно-воздушных сил Казахстана, господин Эмек Сибаталов. Здравствуйте, господин Сибаталов. Михаил, приветствую вас и всех, кто нас сейчас смотрит. Спасибо большое, господин Сибаталов. У нас сегодня две темы, которые я хотел бы с вами обсудить. Даже вот, скажем, три темы, которые я хотел бы с вами обсудить. Начнем с заявления, которое было сделано Александром Бакушенко во время своего интервью в адрес господина Атакаева, президента Казахстана, в целом Казахстана. Суть в связи с тем, что Казахстан неблагодарен, что ОДКБ, Беларусь, Россия поставили мало ключов во время январских событий 2022 года, когда мы знаем, до сих пор, разные инсинуации есть на этот счет, но кто это начал, было ли это, ну, так, инспирировано, либо это происходило своим чередом, но, как факт, после январьской событий 2022 года, президент Акаев, он устоял, так, и он укрытил свою власть, и он окончательно продвинулся до Назарбаевского лица. Естественно, вот в победе Атакаева, вот на меня, усматривают помощь ДКБ. Как вы к этому относитесь, и насколько вообще вот эта риторика Лукашенко, она, скажем, не заходит за красной линией, потому что вот даже ваш МИД отреагировал, что риторика она недопустима. А в какой степени эта риторика зашла за границы этой красной линии? Ну, давайте мы сначала поговорим про Лукашенко вообще, то, что это поведение для него характерно, и второе, вот реакция руководства нашего государства Казахстана. Вот первое, наблюдая сессию за Лукашенко, то в последние годы, после 2020 года, и особенно вот с началом масштабного наступления, ну, как вторжение России в Украину, с этим временем где-то через год где-то, вот сейчас, он, короче, Лукашенко идет, простыми словами говоря, идет в разнос. Он выбился с колеи, и, как он говорит, и бросат его туда, и налево, и направо. И такой у него нарратив характерен не только в отношении Токаева, да, а в отношении многих государств, даже вот европейских государств, отдельных национальных государств, очень, и по другим, он вообще, как можно сказать, не церемонится, вот таких выражений. А вот это у него засевшая мысль, что, как бы, Казахстан должен отплатить долг, то, что в 22-м году, в январе, вот, УДКБ вмешалось, да, честно говоря, тут, не совсем УДКБ было, то, что остальные подразделения были из других стран, это было, как бы, просто ширно, на самом деле, это были путинские, вот, российские войска, даже, может, для них это была, как вы сказали, тренировка перед вторжением в Украину. Вот в таком отношении... Простите, простите, давайте уточним то, что вы имеете в виду. Вот есть расхожая точка зрения, она, кстати, бытует в Украине, что тогда Россия отработала, так называемую, полицейскую операцию, и, соответственно, то, что планировалось в Украине, вот это знаменитое Киеве за три дня планировалось именно как такая полицейская операция, потому что Путин был уверен, что вот этого будет достаточно для покорения, да, Украина не ожидала, что украинский народ встанет и будет сопротивляться российской агрессии. Угу. Ну, дело в том, что, понимаете, получилось так, это, как бы, не запланированная вот эта тренировка, если не планировалось само вот эти явления 22-го года, и дворские, то получилось это вот та дивизия, 7-я дивизия ВДВ, которая участвовала потом в районе Гобеля, и которая, ну, со словами Пскова, которой, сейчас ее нету, остался только командующий, который сейчас в Москве сидит, он на другой должности. Он был освобожден от этой должности за, в общем, выдающееся управление вот этими войсками. Ну, дивизии нет, потому что она полегла в боях в Украине. Так точно, она полегла сразу. И вот эта тренировка им не помогла, не пошла она в пользу. Вот такие дела. Это просто делалось под маркой УДКБ, а как мы говорили с вами в предыдущих интервью, УДБКВ, она себя изживает. Первоначально она была, да, была предназначена для того, чтобы защитить отдельные слабые вчерашние советские государства от общего противника, врага. Она, как бы, свою задачу выполнила. С тех пор уже ситуация изменилась, утекли воды многие, и сейчас этот УДКБ является, как бы, тормозом. Она является, как бы, атрибутом монохронизма, и ничего она не решает. Мы же видели, два обращения было Армении, вот это самое. А вот тот случай 22 января, который было в отношении Казахстана, она не соответствует ни четвертому пункту договора, ни восьмого пункта устава УДКБ. Простите, простите, пожалуйста, господин Сибаталов, а было ли тогда вообще официальное обращение Такаева, либо это была инициатива страны УДКБ? Этого мы точно не знаем, но Такаев лично объявил на заседание Совета безопасности, что он попросил помощи УДКБ. Это было. И интернет помнит, и народ тоже помнит. Такое было объявление. Но если он говорит, говорила государство, наверняка он обращался. А в то время председателем УДКБ было Армения. Возглавлял ее господин Никол Пашинян. Кстати, я помню, что тогда буквально за несколько месяцев, даже за месяц до в декабре, случилась просто поразительная ситуация, когда страны ФНГ собирались в России, и от Казахстана было два человека. Был Назарбаев, и был Такаев. Действительно странно смотрелось, когда одну страну представляют два лидера. То есть, очевидно, Назарбаев, уйдя, не хотел уходить. Да, это было до этого. Эти события были до этого. И некоторые даже предполагали, что это были последствия, вот это январские события. Но, на мой взгляд, это немножко не так. Господин Себатау, если говорить о потенциале беларусской армии, потому что беларусская армия салетачивает свои некие подразделения украинских границ, это, конечно, можно по-разному оценивать, в том числе и как попытку шантажа Украины, попытку, значит, отвести украинское внимание, украинские войска, и вот эти все рисованные силы, которые обычно делают перед вторжением, чтобы дифференцировать свои технику, которые делают беларусь, это может быть, конечно, как отвлекающий маневр. Вот если оценивать сам, скажем так, боеготовность беларусской армии, вообще что, если представить на сегодняшний день беларусская армия, как вы считаете? Ну, о беларусской армии сегодняшнего дня это очень сложно судить, но они остались, остались как бы в советских традициях, очень жестко там, ну, и республика Беларусь, она по масштабу не очень большая, мы иногда сравниваем, шутя, это что это чуть больше нашего Жарминского района, Кабайской области города Казахстан, ну, в республике Казахстан, мы так шутим, такая есть шутка. А давайте просто скажем сразу, что Казахстан по размеру была второй после России республика ЦССР. Да, она девятая в мире по масштабу, ну, по территории. Вот дело в том, что там наука, военная наука была очень хорошо поставлена, и там специалисты были уже после распада Советского Союза, они мы по взаимодействию с Казахстаном, в ИТНС я еще служил, мы совместно взаимодействовали, с ними сотрудничали, и особенно в противовоздушном обороне, там были хорошие специалисты, там была потом создана Академия Генерального штаба своей, в Беларуси работали. Но дело в том, что сейчас эти войска, вооруженные вот этими вооружениями, чисто из Советского Союза, там даже нет новых образцов, те, которые есть в Казахстане, например, в Казахстане есть, и другие образцы есть, с других стран, не только с АДКБ. Вот у них вот такая есть, и я сомневаюсь, что у них, если сравнить с Украиной сегодняшнего дня, ну, я думаю, это невозможно, потому что вооруженные силы в Беларуси, наверное, ну, я не знаю, может неделю-полторы там продержатся без больших потерь, чувствительно. Вот я полагаю, так. И вот это, что они двигаются, приближаются к границе, с обостровами Гомеля, это вот сопредельная где-то восточная часть Киевской области, и Терниговской, или слегка захватывают, наверное, западную, северо-западную часть Сумской области. Ну, я думаю, это чисто, знаете, воевать, не делав ни одного выстрела, изображать, как вам сказать, честного союзника перед Россией, и большинство, это чисто в риторике. Реальных на сегодняшний день, два с половиной года прошло, реальных таких нету. Хотя есть возможные доставки вооружения и частично, наверное, участие или добровольцами, или другим контингентом. Господин Сибаталов, я вам в завершении вот какое-то задам. У меня разные гости бывают. Я с гостями обсуждал недавнее подписание между Азербайджаном и Узбекистаном договора о союзничестве. Дело в том, что представление, скажем так, Украины, в Украине принято называть вот наши западные союзники, Франция, Австрия, Германия. То есть использование термина союзники, оно чуть-чуть легковесно, потому что оно контурное, то есть оно не выложено на бумагу. То есть мы даем оценочное осуждение, что это союзник, а это не союзник. В случае с центральной Азией, вообще, скажем, вот этим вот регионом, мы имеем дело с настоящим договором о союзничестве, которые накладывают определенные обязательства и определенные права на стороны. Правильно ли я понимаю? И, кстати, у России есть договор о союзничестве с Белоруссией, с Казахстаном, с Азербайджаном. С Азербайджаном было подписано в январе 20-го года или даже в феврале 20-го года. Правильно ли я понимаю, что одна из 100 предохранителей будто агрессия со стороны России по отношению к Казахстану и с северным территориям Казахстана, это как раз наличие этого договора, потому что, как считают некоторые эксперты, в случае, если Россия нападает на Казахстан, например, то это означает просто порушить всю систему союзнических договоров, которые существуют в этом регионе. Ну, это время покажет, трудно сказать. Сейчас есть договора Армения, вот Узбекистан, вы сказали, Узбекистан, Казахстан, Казахстан, Таджикистан есть. Я думаю, этот процесс будет продолжаться. Прочность них, ценность того, что этот договор стоит больше чего лишь, чем бумага, на которой она подписана, покажет время, потому что все сознается, познается, если будет серьезная ситуация, как будут действовать стороны. И до этого, конечно, должны быть выработаны какие-то правила, уставы, отработаны на практике, отточены взаимодействия и войск, и экономики, и всех остальных государственных структур в работе и в отражении, чтобы быть уверены. Потому что бывает часто на бумаге подписаны, а в реальной жизни это несколько другое. Господин Сибаталов, я вам очень признателен за это интервью. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, комментируйте. С нами был военный аналитик из Казахстана, господин Вимексий Баталов, который в прошлом был заместителем главнокомандующего военно-вздошного флота Республики Казахстан. Спасибо большое. Да, и, конечно же, командовавший штабом военно-вздошного флота Республики Казахстан совмещал две вот эти удовольствия. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, комментируйте, также финансы можете поддерживать канал, обязательно ставьте лайки, рекомендуйте знакомым, друзьям и до новых встреч. Спасибо большое, господин Сибаталов, за очень интересное как всегда интервью. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова